Глубоко уважаемые коллеги, пока там готовится сообщение, я бы хотел прежде всего поблагодарить академика РАН Юрия Сергеевича Полушина за приглашение, за участие, да вообще за внимание к этой проблеме боли. Потому что кто как не мы, анестезиологи или аниматологи, будем внимательны к своим пациентам, к этой проблеме боли, к безопасности, к безопасному применению этих аналогетиков при лечении болевых синдромов. Поэтому я знаю, что несколько заседаний с разными докладами все можно было вписать в общем-то по этой проблеме боли. То есть наше сегодняшнее заседание даже не ограничивается этими докладами. Будьте добры, слайд. Все-таки несколько конфликтов интересов обязательно упомяну. Член экспертной комиссии, АО «Нишфарм». И все-таки я скажу, что актуальность этой проблемы, она существует, несмотря на вот уже длительное, я не знаю, уже скоро к столетию, наверное, мы приблизимся к вниманию к этой проблеме. Поскольку еще в 30-х годах были созданы германскими фармакологами мощные опиоидные препараты, которые уже тогда очень тонко изучались на разных моделях боли. И вот за этот период времени, конечно, эта актуальность, она с одной стороны обострилась, но с другой стороны все больше и больше данных появляется об эффективности в тех или иных группах, в тех или иных обезболивающих препаратах. И вот здесь два исследования, которые наиболее часто можно видеть в публикациях Варфилда и Апельбаума, 95-й и 2003-й год. В среднем где-то 30% пациентов жалуются на сильную боль, которая может действительно стать и влиять на качество жизни пациентов в послеоперационном периоде, даже в отдаленные сроки. 30% это значительный процент при условии, что в мире проводится более 100 миллионов операций в год. И уже последнее исследование, наиболее современное, закончившееся в 2018 году, так называемое pain-out исследование, включающее 11 тысяч пациентов, включающих 26 стран проведения, также выявило, что где-то 26-38% пациентов жалуются на сильные боли, более влияющие на качество жизни, на активизацию, на быструю реабилитацию пациентов, на появление каких-то нежелательных, о побочных реакциях, таких как тошнота и рвота, ощущение даже беспомощности при проведении, казалось бы, сделали операцию и вылечили пациента. И более того, сейчас ставится даже вопрос, не рассматривать ли хроническую боль, послеоперационную боль, как осложнение хирургического вмешательства. Такое же осложнение, как и дыхательная недостаточность, сердечно-сосудистая недостаточность, хроническая боль может входить в разряд осложнений после хирургического вмешательства. И такой автор концепции, как Генри Хелли, он и говорит, что да, надо именно так подходить к этому вопросу. Только таким образом можно решить ее, потому что уже десятилетия проходят, создаются службы боли, создаются лекарства, создаются технологии, формы лекарственные. А вот как есть 30% больных, жалующихся на сильную боль, так и остается. Не могу не сказать, что в Российской Федерации не отводится внимания. Буквально на прошлой неделе, в конце апреля, создавалось выездное совещание Минздрава, которое председательствовал Альберт Нюхалович Мурашко, министр на заводе эндофарма, где ставились вот эти вот проблемы и обезболивание, и выступали ведущие специалисты по тому или иному направлению. Хронической боли, откологической, неонкологической, педиатрии, острой и так далее. Но самое важное, интересное еще была экскурсия, которая была на этом заводе, где показали производство кетамина. Я впервые, хоть всю жизнь занимаюсь, впервые увидел ленту, производство фентанила, трансдермальной терапевтической системы, кетамина, термодолы и так далее, препаратов. Все по так называемым требованиям GMP. Одновременно хотел бы заметить, что вот есть такая еще и линия, это, кстати, представители выступали с Росздравнадзора по тому, как они решают эту проблему. Они решают очень незамысловато. Видите, номер горячей линии. Номер горячей линии, куда можно обратиться по всем вопросам обезболивания всех субъектов Федерации Российской Федерации. И если вы нажимаете этот выбор, там даются телефоны, адреса, фамилии ответственных людей, телефоны. То есть, в принципе, пациенты, кто угодно, может сообщать на эту горячую линию о всех проблемах, которые он ощущает на том или ином этапе, периоде проведения обезболивания. Вот конкретного вопроса. Не могут стоять в стороне от решения актуальных тем и анестезиологи, и реаниматологи, и академикам Ран Юрию Сергеевичем Полушиным было инициировано анкетирование, причем не просто анкетирование, а экспертной группы членов ассоциации анестезиологов-реаниматологов, которым участвовало более ста человек, практически все видят, что это проблема лечения пациентов с острым болевым синдромом. Это проблема анестезиологов, принимали участие именно они. И большинство – это областные больницы, городские больницы, отдельные федеральные государственные учреждения. Что в них демонстрировалось? Во-первых, обращают внимание, и нам есть куда работать, не применяются в должном количестве протоколы обезболивания. Мы сегодня будем говорить о различных стратегиях обезболивания, где это клинические рекомендации, где это персонифицированное обезболивание. Но вот там, где есть протокол, там доказано тоже есть и повышение качества проводимой обезболивающей терапии, и в том числе повышение безопасности, прежде всего, обезболивающей терапии. Но вот эти ответы, они демонстрируют то, что назначаются и наркотические, и сильнодействующие препараты, и в большинстве случаев и применяются оценочные шкалы, и вербальные, и визуальные. То есть наши анестезиологи, в общем-то, знакомы с основными требованиями и правилами тех международных клинических рекомендаций, которые публикуются в международной печати. То же самое касается и выбора опиоидных и неопиоидных аналогетиков, если мы говорим о конкретике лекарственных средств. Начиная от неопиоидных аналогетиков, здесь вы видите, не знаю, хорошо тут или нет, неопиоидные вверху, парацетамол и нестероидные противовоспалительные препараты, и те же опиоидные препараты. В общем-то, спектр их тот, который должен быть в условиях зарегистрированных в России аналогетиков. А зарегистрированы в аналогетиках вот здесь перечисленные препараты, основные в России. Они же относятся в перечень жизненно важных. Это 8 международных непатентованных названий, это 18 лекарственных форм. В общем-то, наверное, уже если врач, который проводит обезболивающую терапию, неважно, анестезиолог, онколог, невролог, ориентируется вот в этих лекарственных формах и препаратах, то, наверное, он уже максимально может близко подбирать и персонифицировать проводимую обезболивающую терапию. Теперь, ну, современные аналогетики, надо знать, что вокруг нас. И я здесь начну с Австралии. Тоже данные ответа, анкетирование, более 300 ответов, анестезиологов. Анестезиологов, что же они все-таки применяют, в какие препараты и в каком количестве. Ну, вот внизу написано, синие – это чаще и больше всего. Опять-таки, все тот же спектр. Парацетамол, нестероидные противовоспалительные препараты. В меньшей степени вот этот блок, блок, начиная с клонидина, лидокаина и габапентаноидов. Хотя и они все, они доступны и применяются для проведения мультимодальной концепции обезболивания. Китай. Здесь хотел бы чуть-чуть больше остановиться. Китай – это очень большое исследование, пятилетнее исследование, что же в Китае, какие основные обезболивающие препараты. А вот трудно разделить их на опиоидные, неопиоидные. 47% – это опиоидные препараты. И примерно столько же, где-то 45% – неопиоидные препараты. Среди… Это речь идет о 160 миллионах инъекций, которые вводятся, например, вот в 2018 году. Из них половина, 45-47% относятся к дезоцину. Вот это наиболее употребляемый препарат в Китае – опиоидный аналгетик для лечения любых болей послеоперационных. И его вводится фактически в 80 миллионов доз ежегодно. И даже если взять золотой стандарт – морфин, всего 2% на рынке Китая. Что касается неопиоидных аналгетиков, ну, то же самое примерно. Такие же портстамол, парэкокси, кетеролак, ларноксикам, то есть и представители нестероидных и селективных, и не селективных опиоидных препаратов. Ну и, наконец, США, точнее, Северная Америка, в опросе участвовало 315 клиник. Огромная база данных за 7-летний почти период. Почти 800 тысяч пациентов проанализированы в этих базах после операции эндопротезирования суставов, после операции на толстой кишке, в таракальной хирургии ампутации и так далее. Что бы я хотел подчеркнуть? Опиоиды по-прежнему остаются основными аналгетиками для лечения послеоперационной боли. 97% используются опиоидные аналгетики. Не опиоидные – 85%. То есть вот это вот и есть мультимодальная аналгезия практически у всех. Ну да, дельта какая-то остается в районе 10%. Ну это, в общем-то, те, которым вполне достаточны, видимо, малые, слабые опиоидные аналгетики в мононазначении. Более двух неопиоидных аналгетиков тоже сейчас очень развивается направление применения и разработка современных лекарственных средств с двойным механизмом действия. Когда одно лекарство, например, может действовать на два механизма обезболивающего действия. Об этом я чуть подробнее остановлюсь позже. Также нестероидные, неселективные, селективные ЦОК-2, достигающие порядка 70% и столько же ацетаминофен. То есть, исходя из этого, я вам вот несколько континентов отобразил, вы видите, что в принципе спектр современных аналгетиков понятен. Опиоидные, неопиоидные аналгетики с небольшим только лишь акцентом на конкретные значения. Именно поэтому, конкретные фармпрепараты, именно поэтому в клинических рекомендациях, в общенациональных руководствах именно применяются такие групповые рекомендации, групповых препаратов без детализации того или иного фармакологического препарата. А их много, этих фармакологических препаратов. Даже по предыдущему докладу вы видите, каков потенциал всех этих аналгетиков. Это только опиоидных аналгетиков. А еще, в данном случае я здесь демонстрирую всплески публикаций за почти полувековой период, за 70 лет, публикациям в подмедии относительно того или иного аналгетика. И они не останавливаются в поиске селективных, с двойным механизмом, тройным механизмом действия, в общем, с пептидным происхождением, к примеру, и так далее. То есть это идут разработки очень детальные, очень точечные и конкретные. Что бы я хотел привлечь внимание аудитории тому, что рекомендации нам нужны, хотя бы потому, чтобы помнить об общих правилах, общих принципах и подходах лечения проводимой обезболивающей терапии. Мультимодальная терапия, да, она известна и применяется, как вы видите, во всем мире. И рекомендуется, вот рекомендация 6, рекомендуется предлагать мультимодальную анагезию с использованием различных фармакологических и нефармакологических, я подчеркиваю. Если есть возможность назначения проведения физиотерапевтических процедур с доказанным аналогетическим эффектом, а что значит доказанный? Это значит превышающий эффект плацебо. И вот если это доказано, то да, это может применяться в комбинации, это будет рассматриваться как стандарт, как вариант мультимодальной анагезии. Десятая рекомендация, привлеку ваше внимание, предпочтительное введение лекарственных форм для приема внутрь. Это очень важно, когда доступен энтеральный путь введения, нет смысла проводить внутривенные, внутримышечные, подкожные введения. И в этом высокая степень рекомендаций, высокое доказательство получено при анализе систематических обзорах. Так же, как и необходимо избегать внутримышечных инъекций в послеоперационном периоде. То есть, это же самая почти рекомендация и присутствует в документах Всемирной организации здравоохранения по лечению боли. Вы знаете, такая шкала есть, трехступенчатая, предложенная еще в прошлом тысячелетии, в прошлом веке. И вот здесь сейчас ее пробуют пересмотреть, валидировать, а она по-прежнему работает и так далее. Вот все те же основные постулаты, которых уже слышали из других рекомендаций. То есть, опять-таки, необходимо назначать лекарственные формы там, где нет противопоказаний и доступный способ введения. Это ПРОС. Аналогетики следует применять через определенные интервалы времени. То есть, здесь фиксируется дозировка и кратность введения. Регулярность введения аналогетиков имеет решающее значение для адекватного лечения боли. То есть, создавая некого базиса проводимой обезболивающей терапии. Аналогетики следует назначать в зависимости от интенсивности боли и оцениваем по шкале. Да, сегодня недостаточно только для опиоидных препаратов. Мы обязаны писать при назначении интенсивность боли при назначении опиоидных препаратов. Но сегодня вообще в дневниках полезно и нужно писать врачам жалобы больных, и в том числе интенсивность боли. Как минимум вербальная шкала, а лучше визуально-аналоговая шкала, 100-мм. Во время приема аналогетиков необходимо стремиться к детализации результатов. Но это уже при анализе и подборе хронической боли. Я традиционно показываю этот слайд, как это все делится на опиоидные и неопиоидные аналогетики. Сегодня я бы хотел еще остановиться на новом аналогетике, который доступен на российском рынке и в рутинной практике. Это топентадол, хоть он и зарегистрирован в США в 2008, и в Европе в 2011, а в Российской Федерации в 2014 году. Но вот как-то сейчас только он приходит. Хотя пролонгированная форма два года назад ранее пришла. Здесь онкологи и врачи палиативной помощи, они раньше, конечно, получили практику и возможность назначать этот препарат с пролонгированного действия. Что в нем уникального? Как я уже говорил, два механизма действия. Опиоидный и неопиоидный механизм. Это одна молекула. Даже отличается от тромала, потому что тромодол – это рацимическая смесь лево-право вращающего по 50%. То есть, в принципе, это уже две молекулы. Что касается топентадола, это одна молекула. И у него один опиоидный механизм – организм миоопиоидных рецепторов. И второй – это ингибирование обратного захвата норадреналина. Что важно очень – отсутствуют активные метаболиты, а это повышает безопасность применения и обезболивания пациентов. Особенно, где дозы наращиваются, потому что кумулятивный эффект у него практически отсутствует. И что очень важно – основной механизм метаболизма – это связь с глюкуроновой кислотой. И незначительная активация так называемых изоферментов цитохром-П450 активации. Что влияет на определенную фармакотерапию других препаратов, если идет мультимодальное использование с другими лекарствами. Две формы – пролонгированные и немедленного высвобождения. Я остановлюсь на острые боли, а соответственно на значении препарата с немедленным действием. Полтора часа – это и 50 мг быстро начинает действовать. Уже максимальная концентрация возникает. Фактически он может быстро действовать наряду с внутримышечной инъекцией других опиоидных препаратов. Продолжительность 4-6 часов. Доза варьирует от 50 до 75 и 100 мг. Хочу сказать, что в показаниях стоит болевой синдром средней и высокой степени тяжести. Препараты применяются лишь при болевом синдроме, который требует назначения опиоидных аналогетиков. Я подчеркиваю, что это опиоид. Противопоказания все стандартные, которые вам знакомы и вы можете увидеть при приеме любого из опиоидных аналогетиков. Достаточно хорошая клиническая база. К сожалению, регламент не позволяет мне подробно по каждой отдельной хирургии остановиться. Но, поверьте, начиная от ортопедии, абдоминальной, кардиохирургии, не говоря уже о стоматологии, как модели болевых синдромов, все это очень подробно изучено. Это и вторая фаза, и третья фаза, несколько исследований. В основном подбираются модели бунионектомии. Это такая модель боли, которая позволяет на значительном количестве пациентов, более 1700, вот в данном случае, сравнивать и проводить с плацебо-контролируемыми, то есть очень высокий уровень доказательности этих исследований, и сравнивать дозы, как внутри самого топентадола, 50, 75 и 100, так и с другими опиоидами-аналогетиками, такими как морфин классический или оксикодон, которые широко применяются в зарубежной практике для лечения послеоперационной боли. В данном случае одно из исследований, где первичной конечной точкой являлось суммарное снижение интенсивности боли за период 48 часов. 600 пациентов, довольно хорошее количество сравнивается с плацебо, и здесь мы видим, что плацебо практически отсутствует эффект, все остальные дозировки и оксикодон, в том числе 15 мг, как лекарство сравнения, что действует эта схема, эта модель проведения обезболивания и вообще анализа интенсивности, эффективности обезболивания, она работает. Все опиоидные аналогетики превышали эффективность плацебо-эффекта. И авторы делают заключение, что многократные дозы тапентадола позволяют эффективно лечить пациентов в ортопедии. Те же нежелательные явления возникали на дозе 100 мг, они соответствовали оксикодону 15 мг. В другом исследовании, примерно подобного плана, они все, как вам сказать, близкие, отличалось лишь в том, что сравнивали оксикодон 10 мг, тоже немедленного высвобождения. И авторы делают заключение о том, что тапентадол 50-75 мг и оксикодон 10 мг обуславливали более высокие и средние значения по сравнению с плацебо. То есть здесь еще раз показывается, что аналогетический эффект есть, да, он сравним с оксикодоном, но по переносимости и по безопасности таких показателей, как суммарная интенсивность боли за 12, 24, 72 часа, они выше, чем в плацебо. Что касается переносимости, ну это отдельный вопрос, но он проводил исследование, естественно, фиксировался в каждом исследовании и фиксировали более низкую частоту развития тошноты и рвота по сравнению с оксикодоном. Абдоминальная гистеректомия, абдоминальная, чуть более, значит, хирургия, полостная. 900 пациентов после операционной боль сравниваются с морфином, тоже немедленного высвобождения точки. Все те же первичные суммарные различные интенсивности боли за 24, 48 часов. Также в виде представленном здесь на слайде Вискузи исследования демонстрируют высокую эффективность, отличную, выше, значительно достоверно от плацебо. В заключении исследования авторы приводят, что хотя чувствительность анализа была продемонстрирована статистически значимым уменьшением боли в группе морфина по сравнению с плацебо, то же самое они видят, демонстрируют и при назначении тапентадола в дозе 50-100 мг. Но, естественно, переносимость и профиль безопасности по сравнению с морфином у тапентадола оказалась выше. Итак, кардиохирургия. Тоже 60 пациентов исследования. Здесь уже сравнение было с тромодолом. 50 мг 3 раза и тромодол, 300 мг в суточная доза. Сразу же после экстубации, когда доступен путь ведения для приема внутрь. Оценка визуально-аналоговой шкалы. И, да, мониторировали и другие показатели, и в покое, и при кашле, и при дыхании глубоком. И вывод тапентадол благодаря своим свойствам ингибировать обратный захват норадреналина и в дополнение к миоагонистическому эффекту оказался предпочтительным. Хотя сам по себе тромодол тоже обладает двойным механизмом действия, но он не селективный. Он еще воздействует на серотоненергический механизм. Может быть, поэтому и частота нежелательных явлений у тапентадола ниже. И, наконец, два мета-анализа и систематических обзоров, которые тоже успели сделать. Большая, высокая научно-доказательная база по его применению. Одно из них в 2020 году, проспероисследование, объединившее 1200 пациентов, где сравниваются все те дозировки, про которых я вам говорил, и изучаются критерии суммарно различия интенсивности боли за тот или иной промежуток времени. Да, подчеркивается, что этот аналогетик эффективен, так же, как и классические опиоиды, но в меньшей степени вызывает нежелательные явления. Нежелательные явления какого плана? Тошнота, головокружение, рвота. Вот что описывается наиболее частый процент. Но, опять-таки, сравнивая с оксикодоном, который здесь также представлен, их частота и необходимость отмены по причине развития тех или иных нежелательных явлений, она оказалась выше оксикодона по сравнению с тапентадолом. Аналогичный метаанализ именно по переносимости и по развитию таких нежелательных явлений, как тошнота, рвота и обстепация у пациентов различных групп в различные дозировки и при сравнении с различными опиоидами. Опять-таки, 50 мг. Слева группы представлены 50 мг, 75 мг и 100 мг. Опять-таки, на довольно значительном объеме наблюдений демонстрируются дозы 50 и 75 мг, эффективны и безопасны по сравнению с плацебо. Обезболивающая эффективность сравнима с оксикодоном и морфином, превышает тромодол. Профиль переносимости выше по сравнению с классическими опиоидными аналогетиками. И считается, что из всех трех дозировок, а их на самом деле еще больше было, изучаемых дозировок, вот 50 и 75 мг являются наиболее оптимальными. Что позволяет сделать вывод, что, с одной стороны, никто не застрахован от тех побочных явлений, вообще присущих мю-опиоидам аналогетикам. Ну, прежде всего, влияние на центральную нервную систему, на функцию дыхания. Но что касается влияния на функцию желудочно-кишечного тракта, то есть парез, тошнота, рвота, они значительно меньше в группе, в которой применяли топентадол. И, по сути дела, плацебо. Более того, даже в сравнении с оксикодоном, топентадол вызывал реже такое неприятное ощущение, как зуд. Что касается его места в лечении острой боли в послеоперационном периоде. Ну, вот я уже говорил про трехступенчатую шкалу ВОЗ. Ее, в общем-то, переводят и применяют и для лечения острой боли, не только хронической боли. И мы видим ее применение вот где-то в зоне перехода от слабых опиоидов к более сильным опиоидным аналогетикам. Там, где не помогает комбинация того же тормодола, той же комбинации со всеми неопиоидными аналогетиками в мультимодальной аналогезии. Но это дает возможность все-таки еще дать шанс и получить эффективное обезболивание, не прибегая к таким препаратам, как фентанил или морфин. Спасибо за внимание.